Добрый день! У меня очень часто приходят письма, в которых дамы просят поделиться секретами, как противостоять негативу. Может быть какие-то энергетические упражнения, которые я знаю. Некоторые свои советы я уже выкладывала на канале. Я так думаю, что они в разделе «Становимся счастливыми». Во всяком случае, это видео пойдет именно в этот раздел. Я сегодня, накануне праздника, позволю себе познакомить вас с некоторыми такими энергетическими упражнениями, которые могут вам духовно расти, спасут от негативных эмоций, укрепят дух. Давайте попробуем. Итак, первое упражнение «Фонтан» или упражнение «Магнит». Все зависит от того, где вы в данный момент находитесь. Представьте себя источником доброй энергии и любви. Ощутите вокруг себя источник тепла, радости, добра. А теперь поделитесь этим счастьем с окружающим миром, искренне и бескорыстно. К вашему источнику тепла и позитива потянутся другие, а перемены в жизни будут в лучшую сторону. Здесь еще и срабатывает принцип «Отдавай, а не бери». Отдавайте тепло, не желайте совета, не ожидайте ничего взамен. Все случится само собой. Следующее упражнение «Кокон» – это универсальное упражнение, которое помогает оградиться от агрессии негатива. Его можно использовать везде, где присутствует негативная энергия. На улице, в общественном транспорте, в магазине. Кокон – это своеобразная энергетическая защита. Представьте, что вы окружены прозрачным светлым коконом. Он – ваша защита. Кокон отразит не только чужие негативные эмоции, но и дурные мысли, и даже злые намерения. Если вы невольно стали свидетелем конфликта, ссоры, скандала, прибегните к упражнению и окружите себя коконом. Защита коконом зависит от личной внутренней силы, состояния, здоровья. Важно иметь хорошую концентрацию. Лично я, когда начинала только защищаться от негатива, я этот кокон вокруг себя представляла зеркальным, чтобы весь негатив от меня отзеркаливался. Попробуйте, может быть, вам моя подсказочка поможет. Следующее упражнение – заземление. Эффект упражнения для тех людей, которые страдают от неуверенности. Если кто-то разговаривает с вами в неуважительном, агрессивном тоне, в котором чувствуется некоторая претензия, вам поможет техника заземления. Так, во время напряженного диалога, разговора, перепалки, попробуйте перенести внутреннее внимание в область ног. Одновременно займите вашу позицию скалы, прочной и надежной. Встаньте на обе ноги, распрямите плечи, будьте для себя оборонной и защитой. Укоренитесь в земле. Ваша поза должна быть уверенной, но не напряженной. Стойте в спокойствии и расслаблении, но устойчиво и твердо. Эффект вас удивит. Следующее упражнение – стакан доброты. Упражнение поможет в случае, если необходимо создать дружелюбную атмосферу, поднять настроение. Перед началом романтического ужина, деловой беседы, вечеринки, представьте, что наливаете в кофе своему собеседнику только хорошее намерение. Вместе с визуальным напитком человек выпьет вашу доброжелательность и доброту. Этот ритуал позволяет сконцентрироваться, а положительная энергия передается вашему собеседнику. Я желаю вам счастья, я желаю вам всего самого лучшего в новом году. Я желаю вам умения защитить себя от негатива и делиться добром. Чем больше вы будете делиться добром, тем больше добра, счастья, успеха, благополучия будет приходить в вашу жизнь. С наступающим Новым Годом! А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.